Здравствуйте! В эфире программа «О главном» и с вами я, Елена Астрахович. Сегодня в нашей программе вы увидите. Запуск ракеты Илона Маска. Технологический прорыв или очередной пиар-трюк американцев? Был ли «Артстронг» на Луне в 69-м? Где в Одессе поставили умный светофор и чему его можно научить? Стоит ли вступать в законный брак или почему многие предпочитают гражданский? Кто из родственников чаще всего влияет на выбор молодых и как избежать этого влияния? На прошедшей неделе мировое информационное пространство сотрясали новости одна сенсационнее другой. Обвал на фондовой бирже. Билл Гейтс и Цукерберг разорились. В арктической мерзлоте обнаружили килотонны ртути. В Корее стартовали Олимпийские игры, а Илон Маск запустил свой автомобиль в космос. Пользователи активно обсуждали все эти события в соцсетях. Но на самом деле практически ни одно из них на нашу с вами обыденную жизнь в обозримом будущем не повлияет. А потому давайте обратимся к тем событиям, которые нам ближе. Ну, к примеру, с апреля цена на газ для украинских потребителей может увеличиться более чем на 60%. Такая информация содержится в анализе проекта финансового плана НАК «Нефтегаз Украины». Как это будет, мы узнавали у экспертов. Если в апреле 2018 года в Украине не повысить тариф на газ, власти нарушат взятые на себя обязательства перед МВФ, говорят эксперты. Так как в меморандуме, который подписали президент и премьер-министр, говорится, тарифы на газ должны пересматривать каждые полгода. И если стоимость голубого топлива будет как минимум на 10% отличаться от тарифа, рассчитанного на основе импортной цены, ее необходимо изменить. Подорожание газа более чем на 60% приведет к росту цен на все товары и услуги, уверены эксперты. Нужно, чтобы «Нефтегаз» объяснил, откуда идут истоки или корни необходимого поднятия газа более чем на 50%. Потому что если сегодня это плюс-минус 4 тысячи гривен, то планируется, что это будет 8, более чем в два раза. Чему это приведет? Это приведет к увеличению стоимости всего. Потому что газ в структуре себестоимости того или иного товара и жилищно-коммунальных услуг в частности очень сильную долю имеет. В жилищно-коммунальных условиях он вообще более 80% содержится. Поэтому ласточка – это нехорошее. Если финплан «Нефтегаза» содержит пункт увеличения цены на газ, то возникнет необходимость его обоснования. В частности, компания обязана предложить новую формулу расчета цены на газ, говорит эксперт. Наши опасения должны вызывать то, что новую методику пытаются внедрить, которая предусматривает использование формулы, привязывается к плавающему курсу валюты. И в данном случае государство переносит все свои риски с такой стабильной цены на газ в определенную зависимость от цены на валюту на внешнем рынке. В то же время Украина добывает достаточно газа, чтобы не импортировать его и полностью покрывать потребности своей экономики, считают эксперты. Директор представительства Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиш отметил, что если бы Украина захотела, то могла бы стать экспортером газа. Цитирую. Но для этого нужно делать правильные шаги в направлении формирования рынка и его регулирования. Конец цитаты. Ну, к сожалению, с правильными шагами в Украине сегодня серьезные проблемы. Наш политический путь в Европу, ну, скорее напоминает походку в дупль пьяного грузчика. Кстати, об этом свидетельствует и социология. О том, что Украина движется в неправильном направлении, сегодня считает 71% населения. Таковы данные опроса, проведенные в декабре 2017 года по заказу Американского международного республиканского института. Лишь 14% опрошенных указали, что Украина движется в правильном направлении. Подавляющее большинство украинцев считает, что экономическая ситуация за последний год только ухудшилась. Улучшений в экономике Украины не ожидают и в 2018. 42% участников опроса отметили, что ситуация будет ухудшаться. 27% что ситуация не изменится и лишь 1% настроен оптимистически. Однако все еще может измениться. Нацбанк обещает, что 2018 это будет последний тяжелый год. В 2019 и 2020 инфляция существенно замедлится и жить народу станет лучше и веселее. А пока инфляция в стране остается высокой. В отчете НБУ за январь говорится, что цены на продукты и услуги до конца года повысятся в среднем на 9%. Что весьма сомнительно с учетом перспективы повышения цены на газ. При этом Нацбанк предупреждает, что одним из двигателей инфляции станет, цитирую, «дальнейший рост доходов населения». Помочь разобраться нам в перипетиях украинских экономических реалий мы пригласили в нашу студию доцента кафедры экономики управления, оно имени Мечникова, Елену Рудинскую. Елена, ну давайте попробуем начать все-таки с макроэкономики, потому что я думаю, что в ней наши телезрители, большинство наших телезрителей понимают еще меньше, чем в экономике нашего государства. Вот что происходит сегодня на международных фондовых рынках? В СМИ рассказывают о том, что их лихорадит. Во вторник обвал, в четверг обвал. Нам от этого что и что там, собственно говоря, происходит? На самом деле не такой уж и обвал. Сегодня уже котировки остановились. Некоторые индексы уже даже показали подложительный прирост. За тот период, который лихорадила немножко американские фондовые рынки, снижение котировок произошло всего на 6%. По статистике международной, и аналитики это прекрасно знают, даже смена тренда на медвежий происходит только после 20% падения котировок. 6%, которые есть на сегодняшний день, колебания. Кстати, колебания украинской валюты по отношению к доллару показали тоже около 4-4,5% на черном рынке укрепления гривны. Это вот за последние пару недель практически? Да, совершенно верно. То есть на самом деле вот эти колебания в пределах 4-6% это пока еще по финансовой аналитике только колебания. Поэтому об обвалах мы не говорим. То есть они могут быть интересны, там они понимают, Билл Гейтсу, Цукербергу, Ротшильдам, Рокфеллером, а нам, в общем-то, на нас, на нашу экономику не повлияют? Для нас это для народа интересно, что происходит. То есть, смотрите, все в теме. Ага, все в теме. Сначала все боялись. Ну, Гейтс потерял 5 миллиардов. Ура! Или бедный, бедный. То есть мы в какой-то период все активно жили в ожидании, перевалит ли гривна отметку 29 за доллар. О, ну это понятно. Как только гривна приблизилась к 29, на американских рынках где-то далеко случилось изменение тренда, причем несущественное, я повторю. Пока это только колебания 6-процентные, которые сегодня уже приостановлены. А гривна отреагировала. Мы имеем якобы укрепление, хотя на самом деле это только коррекция на международный курс. И опять всем весело, всем есть чем заняться. Более того, когда аналитики делали прогноз неделю назад, цифра 27 звучала как ограничитель. Многие аналитики украинские так и говорили, что вряд ли гривна укрепится ниже, чем до 27. Сегодня произошел перелом, извините. То есть если вчера еще можно было найти на черном рынке 27,20, 27,25, на сегодняшний день на черном рынке в Одессе доллар торгуется 27,40. Ожидается рост? Никаких чудес не происходит. То есть все равно до 28 мы точно дотянем, а может быть в ближайшем будущем и до 30, так как говорили аналитики. В бюджете заложено. Совершенно верно. В бюджете заложена цифра 30. От нее мы, скорее всего, далеко не уйдем. И в начале года, когда началась динамика обратная, аналитики называли цифру 31,32. И на ней настаивают на сегодняшний день большинство. Мы можем ожидать до лета курс в пределах 28,28,5. Может быть, к осени он начнет подниматься. Это опять-таки ожидания, на которые мне бы не хотелось, чтобы люди жили только этими цифрами. Потому что на самом деле надо жить своими злободневными задачами, задачи с проблемами, совершенно верно. Поэтому я понимаю, что нас должна интересовать больше судьба гривны. Потому что доллар-то укрепляется, а гривна в таких небольших процентах. Что касается двух внутренних факторов, сейчас хотела бы, чтобы мы поговорили, которые, на мой взгляд, может быть, все-таки не специалисты, могут повлиять на состояние даже не столько экономики, сколько кошельков граждан Украины уже в ближайшем будущем. Первый из них – это повышение цены на газ в апреле, которое практически уже анонсировано. То есть цены в платежках у нас должны увеличиться, соответственно, затраты. И второе, в принципе, где-то в этот же период, то есть где-то в начале второго квартала, Кабмин собирается рассмотреть вопрос о повышении минимальной заработной платы до 4 тысяч стол. Вроде как бы, то есть с одной стороны у нас заберут за газ, То есть мы понимаем прямую зависимость, да? А с другой стороны нам вроде дадут. Вот объясните, пожалуйста, что нас ждет? Как эти два фактора поведения? Это совершенно замечательно, что и благодаря вам, и благодаря экономистам люди должны видеть прямую зависимость между этими составляющими. Есть еще одна цифра, такая очень трогательная на самом деле, это статистика Национального банка на сегодняшний день на руках у населения. То есть это денежная база в обращении. Такой простой, общестатистически доступный показатель составляет 36,2 миллиарда гривен. Это много вообще или мало? То есть вроде как бы много звучит. Это вы хорошо спросили. На самом деле, если мы переведем в эквивалент евро, то есть это чуть больше миллиарда евро. Как для страны в 40 с лишним миллионов? Вроде бы как не очень много. Но для страны, которая испытывает дефицит инвестиционного ресурса, это не маленькая цифра. Тем более для стран с развитой экономикой совершенно понятно, что такие суммы должны храниться в совершенно конкретном месте, то есть в банковской системе. Поэтому проблема, а у нас они на руках. То есть это то, что вот так оно где-то есть, вроде как оно есть, вроде как его нет. Вроде его много, а в кошелек смотришь... Если бы, например, в Швейцарии эти деньги были бы в банковской системе и работали на экономику, и в Германии они бы были в банковской системе и работали на экономику, и в Норвегии и так далее, и так далее. То есть большой перечень стран мы можем перечесть, где бы эти деньги находились в банке и работали на экономику. Почему у нас они не в банке? Не доверяют? О, вот следующий, да, мы переходим к следующей проблеме. Что ж такое? Почему же эти деньги гуляют где-то? Мы потом еще ответим на вопрос, где же они гуляют? Да, тоже интересно. Вроде как бы есть... Чужие не просто так, бесхозные гуляют. На самом деле, ничего не бесхозные. Но почему они не в банке? Во-первых, за последние три года этот украинский банкопат был такой термин, такой смешный... В результате которого, точнее, люди потеряли, в общем-то... Смешноватый такой термин, Ну, мы с вами прекрасно понимаем, о чем речь. Так вот, в результате этого банкопада больше 20 банков коммерческих ушли с рынка. Приоритет украинских банков немножко поменялся. Поэтому у населения, естественно, сформировался такой жесткий стереотип недоверия, к сожалению, к банковской системе. Это первое. Таким образом, население боится держать депозиты в банках. Банки испытывают недостаток в ресурсе. И есть обратная сторона, тоже невеселая в этой картинке. Национальный банк Украины в очередной раз повысил учетную ставку до 16%. Да, то есть, я понимаю, сократили возможности кредитования. Некоторые игроки финансового рынка ушли с валютного рынка в государственные облигации. Там выгодно и спокойно. И, кроме того, для коммерческих банков это сигнал повышать кредитную ставку. То есть, кредит коммерческого банка на сегодняшний день можно получить по ставке еще выше, соответственно, чем учетная ставка. Нацбанк выше, чем 16%. Такой кредит становится недоступным для бизнеса. Таким образом, кредитовать нет желающих очереди под такую высокую ставку. Население не доверяет банкам, не несет депозиты. И что? И что в результате мы получаем? И что в результате мы получаем? Мы задаем вопрос, что такое происходит? На самом деле, банковская система функционально должна выполнять функцию перераспределения ресурса. Причем есть банки, которые получают миллиардные доходы. Уже есть статистика лучших банков Украины. Это совершенно доступная информация, кто какую прибыль заработал. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас о том, что банки не играют основной перераспределительной роли функции. Как это сказывается на экономике конкретных семей, конкретных граждан? Совершенно верно. Теперь мы возвращаемся. Где же те 36 миллиардов, куда они деваются? То есть в банках их нет, получается. В кредитах их нет. А где же они есть? И в Швейцарском банке есть, но и другие. Есть, но не у всех. И тут мы идем по городу Одессе и видим, что жемчужины строятся, жил массив Радужный, жил массив Альтанир. То есть они все в новостроях? Мы не будем говорить прям все. Ну да, во много. Но вообще, если мы задаем себе вопрос, не может быть в экономике стагнация во всех отраслях. То есть всегда есть отрасли стагнирующие и есть отрасли развивающие. Есть бизнес, который находится в состоянии убытков. И есть, соответственно, бизнес, который находится в состоянии прибыли и даже сверхприбыли. Но строительный бизнес у нас, судя по всему, сейчас почти на подъеме. Не скажу весь, но некоторые. Если бы он был не подъем, мы видим этот подъем вокруг себя. Но мы возвращаемся. Таким образом, мы видим отрасль, в которую наши люди вынуждены инвестируют ресурс. И как всегда, это с одной стороны плохо, с другой стороны хорошо. То есть они пытаются сохранить деньги таким образом, я понимаю. То есть вкладывать в валюту непонятно. И в валюту тоже. Но недвижимость является таким стабильным на сегодняшний день сегментом. И люди, которые имеют доходы, имеют ресурсы, безусловно стараются. Ну, если у человека стоит выбор положить депозит в банк. Или вложить, купить квартиру. Квартиру, то он, естественно, купит квартиру. Совершенно однозначно. Цены на рынке недвижимости все-таки сейчас упали. Если верить, опять-таки, статистике по Украине, то в Одессе почти на 9%. Но это рынок вторичного жилья. Коллектура рынка никуда, законы рынка никуда не деваются. Предложение увеличилось. Предложение, ага. Предложение увеличилось. Поэтому и цены упали. По поводу денег меньше, я верну вас к той же статистике. По статистике НБУ, эти 36 миллиардов гривен, которые находятся на руках у населения, это на 7% больше, чем в прошлом году. Аналогичная дата 2017 года. То есть у народа денег стало больше. По статистике... Ну, правильно, минимальную зарплату повысили. По статистике, по официальной, согласно официальной статистике, ровно за год, тот же период 2017-2018, на 20% у населения стало денег больше. Елена, давайте тогда вернемся к началу нашего разговора. То есть, получается, денег в стране стало вроде больше, а мы становимся с каждым днем беднее. Вот, ну, опять-таки, может быть, это голословное утверждение, но я могу судить, опять-таки, по своему окружению. То есть, ощущение того, что мы становимся беднее, потому что купить в магазине мы можем меньше, чем покупали хотя бы год назад. Вот если возвращаясь к экономике отдельно взятой одесской семьи. Средней, да. Вот средней, да. Нацбанк сказал, что у нас 18-й год, после 18-го начнется покращение по всем фронтам. Нам в 14-м году обещали 16-й год покращение. То есть, вот у нас каждый год это двигается, поэтому... Мы будем надеяться на лучшее, безусловно. То есть, нам сказали, мы услышали, мы надеемся, но на самом деле нам это сказали уже не первый раз, поэтому мы привыкли надеяться на то, что экономика работает, и мы работаем, и каждый прикладывает определенные усилия, и вы работаете, и я работаю... Да работать мы меньше не стали, а денег становится меньше. В чем проблема? В чем проблема? Я думаю, что проблема еще ментально заключается в том, и вот психологическое, очень сильно изменилась структура расходов. То есть, если раньше, допустим, да, ну те же там 5 лет назад, в расходах семьи коммунальные услуги, например, занимали вот столько, еда, например, вот столько, путешествия и, допустим... Присутствовали, скажем так, в расходах семьи. По поводу путешествий тоже, кстати, есть очень такая показательная статистика, без визом воспользовались всего 1% украинских граждан. Поэтому говорить о том, что благодаря без визу прям вся страна путешествует, нет, это немножко было бы некорректно, но тем не менее. Поэтому к тому, я веду к тому, что структура расходов изменилась, поэтому люди страдают не столько от того, что нет денег... Сколько от того, что их надо отдавать? Их по-другому приходится перераспределять. Более того, я бы хотела еще привести пример. Если мы возьмем структуру расходов средней европейской семьи, то там структура расходов еще жестче. То есть они тратят на коммуналку больше, чем мы? Да, они на коммуналку тратят больше, чем мы. Они на еду тратят меньше, чем мы. Меньше, конечно. Они на одежду тратят меньше, чем мы. Но зато они имеют доступ к кредитам. И благодаря долгосрочной ипотеке человек знает, что он работает на свою квартиру, на свою машину и так далее. Но однозначно, если мы сравним структуру расходов украинской семьи средней и, например, европейской семьи средней, то это будут разные сметы. И сейчас вот та, у него, говорить, паника, такой дискомфорт среди населения, я бы все-таки еще назвала одной из первопричин это вот этот дискомфорт другого перераспределения. Потому что когда человек привык к... То есть стереотип уже какой-то появился за многие годы. Совершенно изменяется структура расходов. Но статистика общегосударственная говорит о том, что денег на рынке меньше не стало. На этой неделе в Одессе появился умный светофор. Его установили на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Левитана. Инновационное устройство сможет само регулировать трафик движения на дороге в зависимости от потока транспорта. Светофор оснащен специальными видеодатчиками, которые будут в автоматическом режиме менять продолжительность включения сигналов светофора в зависимости от интенсивности движения транспортных потоков, рассказали специалисты. Данный объект оборудован, согласно опыту европейских стран, устройством для гибкого регулирования, так сказать. То бишь установлены видеодетекторы, которые могут считывать интенсивность движения транспорта, анализировать это все, передавать эту информацию на управляющее устройство, которое в промежутке времени кого-то сделает анализ соответствующий и произведет в автоматическом режиме смену изменения фаз проезда. В настоящее время светофор работает пока в обычном режиме, рассказал эксперт. Для устройства нужно время, чтобы оно проанализировало ситуацию, высчитало интенсивное движение со всех направлений и приняло свое решение. Когда устройство соберет достаточное количество информации об этом участке дороги и проанализирует его, рассказал специалист, светофор сам начнет регулировать транспортные потоки. Это может произойти и через две недели, и через месяц. Также, по словам специалиста, водителям следует обратить внимание, что движение на данном участке дороги перестало быть круговым. Есть еще кое-какие нюансы, что изменилась организация движения на перекрестке, то бишь кругового движения сейчас как такового нет. Изменена приоритетность проезда. В связи с тем, что перекресток полностью регулируется светофорами. Теперь снова главной стала дорога по проспекту Маршала Жукова. А Левитана – дорога со второстепенным движением. Кроме того, добавил эксперт, следует быть внимательным и пешеходом. Некоторые из переходов надо проходить в два этапа, ожидая зеленого сигнала светофора на островке безопасности. Технологический прорыв произошел на этой неделе и в космической отрасли. В далеком штате Флорида на мысе Канавер 6 февраля компания Илона Маска «Спайс Икс» запустила ракету Falcon Heavy и таким образом начала новую главу в истории освоения космоса. Ну, по крайней мере, так это событие презентовал сам Маск. И так его восприняли миллионы землян в разных странах, которые в прямом эфире следили за запуском ракеты. На пресс-конференции хозяин корпорации Тесла также заявил, что его ракета может выводить в космос новые классы спутников и зондов. С ее помощью также можно доставлять грузы на Луну и планеты Солнечной системы. В украинских соцсетях тут же появились мемы на эту тему. «Интересный факт. Ракета Falcon Heavy может вывести на орбиту за раз весь состав Верховной Рады. Влезут также люди из АП и Кабмина. 710 людей поднимет легко», – написал один из пользователей. Но большинство комментаторов отнеслись к этому событию довольно серьезно и даже назвали Falcon Heavy самой мощной ракетой в истории человечества. Ну, а мы теперь давайте попробуем разобраться, что же произошло 6 февраля. И действительно ли вслед за красной Теслой Маска в космос скоро полетят тысячи туристов на своих БМВ и Ягуарах. Разобраться мы пригласили сегодня в нашу студию кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Анну имени Мечникова Сергея Гевелюка. Насколько мне известно, действительно миллионы людей наблюдали в прямом эфире запуск ракеты. Знаете, мне это показало, что во многом то ли мы соскучились по каким-то таким вот глобальным проектам космического масштаба, то ли действительно человечество от грязи земной потянуло наконец-то к звездам. Мы, в общем-то, в эту конву попали не только мы в своей стране, но и, наверное, во всем мире. Так на самом деле, вот с точки зрения физико-профессионала, уже не стороннего человека этого зрелища, как вы оцениваете вот запуск Илона Маском вот такой вот ракеты? Действительно это будет какое-то, я не знаю, такси космическое, на которое через сто лет мы все будем летать на звезды? Ну, безусловно, нет. Здесь очень много разных, как бы, возможных ответвлений. Но самое главное, конечно, что никаких технологических особых прорывов не происходит. Все опирается в несколько сомнительных моментов. Самый главный сомнительный момент тот, что до сих пор, хотя в перспективе, конечно, надо, конечно, прыгать и пытаться, вот, до сих пор многоразовые компоненты в космосе проявляют себя недостаточно хорошо. Мы с вами знаем. То есть рассчитывают, что ракета вернется и опять летит, но, собственно говоря, как она вернется, не очень понятно. Это уже русская рулетка, потому что, во-первых, никто вам не рассказывает, что на ракетах Илона Маска стоят те же самые блоки, которые были посажены из тех, которые не разбились. На самом деле, это те же самые новые блоки, а не те, которые летали. Потому что, особенно если речь пойдет о, скажем, пассажирах, то вот играть в русскую рулетку мало кто захочет. Ну, конечно, все как-то надеются. Дело в том, что техника, которая побывала в космосе и потом проходит через слои атмосферы, как бы они старались, они испытывают такие колоссальные нагрузки и деформации, что это весьма-весьма сомнительно. То есть, те две платформы, которые удачно приземлились, в отличие от третьей, я думаю, что вряд ли их удастся использовать в следующих космических полетах. По крайней мере, нам никто об этом не расскажет. Да, это их экономика. Нам никто не расскажет. Вопрос в другом, что комментаторы рассказывали, что на самом деле самая мощная ракета в мире сегодня. Это правда? Вы понимаете, здесь есть очень интересное, с юридической точки зрения, вот если разобрать предложение, на сегодняшний день. Дело в том, что никаких рекордов Илон Маск не поставил со своей ракетой, потому что, извините, была такая замечательная ракета из тех, которые летала, потому что у Советского Союза была ракета, планировалась для полета на Луну Н-1, на которой стоило 30 двигателей одновременных. Но оба запуска оказались трагичными, и они этот проект закрыли. Но, надо вспомнить, что взлетала дважды ракета «Энергия». Энергия, да. Это один из последних вообще космических запасов в Советском Союзе. До 200 тонн. Ага. То есть это в 5 раз больше фактически, чем ну для там сколько там... Понимаете, Лена, возвращаясь опять же к тому, как все красиво можно подавать... Вот, пиар, конечно, дорогого стоит. Да, пиар дорогого стоит. Я вам скажу честно, что пока я вижу во всем этом именно расходы в убыток на рекламную кампанию. Потому что запустить облегченный вариант спорткара, этого... Теслы. Теслы, который весит после того, как с него все сняли, там, двигатели и все остальное. А там 600 килограмм, посадить манекена, это все красиво снято. Это замечательно сделано. Но я вспоминаю фильм Стэнли Кубрика «Одиссея 2001 года». Очень давний фильм. И я не просто так вспоминаю фамилию Стэнли Кубрика. Потому что он на тот момент снял наиболее впечатляющий и визуально... Космический экшен. Космический экшен. Настолько реально казалось все, что снято им, что ему доверили съемки полета на Луну. Американского полета на Луну. Да. Дело в том, что американцы, прижатые в конечном итоге многими фактами, сказали, что да, мы кое-что доснимали. А, то есть вы имеете в виду, что в последнее время очень много разговоров по поводу того, что американцы Армстронг на Луне не было. Я хочу сказать, во-первых, вспомните, когда мы все с содроганием и замиранием сердца слушали вот эту замечательную фразу. Маленький шаг человека, но огромный шаг всего человечества. И спускается, значит, вниз по ступенечкам на поверхность. Кто его снимает? Ну, хороший вопрос. То есть камера, получается... Кто его снимает? Потом было несколько ляпов, когда были отражения в скафандре, в стекле, в шлеме людей, которые это снимали, чуть ли не в гавайских шортах. Ну, это они сказали, ну, нам пришлось кое-что доснять. Проблема в том, что я еще лет 40 тому назад начал интересоваться. Я, как увлекаясь фотографией, мне было интересно. Ну, вот они там снимали. Техника была специально заказана у ведущих фирм, у Никона. Вы видите, у них там на Луне, в смысле? Да, там на Луне надо было снимать. И потом, когда они приземлились, спросили, а что так мало? И они придумали слезную историю о том, что были судовые роли, что один, значит, все складывал ненужное, второй это ненужное выбрасывал для того, чтобы модуль взлетел. И вот, значит, один забыл вынуть из этой кучи всю отснятую пленку, в смысле все эти катушки, а второй выбросил. Вот так. Вот так. И большую часть аппаратуры они там забыли, потому что, ну, хоть и безумно дорого, но забыли. Поэтому еще, кроме всего прочего... Я понимаю, что вот вы не зря рассказываете историю вот этого Кубрика, потому что вы подозреваете, что вся история с Илоном Маска сегодня это тоже фейк? Я не хочу сказать, что так. Нет, нет, нет. Это сейчас легче отследить любой объект, который поднялся в космос, а не так, как было, когда запускали на Луну. Но есть масса проколов, понимаете, которые, ну, непростительные на сегодняшний день. Ну, на орбиту Марса, насколько я понимаю, не вышли. Когда, 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 когда снимали все это как бы на Луне, то потом через много лет спросили, а где звезды? Нет ни одной звезды на небосклоне. Ни одной. Во-вторых, хотя вот, допустим, на советских кадрах, когда там луноход, траля-ля, там все это и есть. Вот. Это очень малоприятная вещь, на которую они не смогли ответить. Касательно запуска, опять же, Илона Маска, что я могу сказать? Ну, вот представьте себе, вот, да, запустили, запустили исключительно ради пиар-проекта, потому что мимо Марса они промахнулись. И они сказали, ну, промахнулись, летим в пояс астероидов. Красоты ради, да, с точки зрения надежности, вряд ли, потому что, вот, опять же. Зачем? Вот объясните мне, ну, хорошо, с точки зрения практически, компания, вот, есть данные по статистике, что за 2017 год компания Тесла понесла убытков почти на полтора миллиарда долларов. То есть, я понимаю, это часть тех денег, которые были вложены в космический проект. Притом, он же многогодичный, около пяти лет шла подготовка, зачем вкладывать деньги? Ну, слишком дорогой пиар, если просто ради пиара. Ну, он, на самом деле, он, на самом деле, долгоиграющий. Вот. Это с перспективой. Что дальше в перспективе? Да, это с перспективой, да. Сейчас они тратят, безусловно, деньги. И ясно, и скорее всего, что это деньги не самого Илона Маска, потому что нести такие убытки. Я вам напомню, еще был такой, помните, опять же, американец Хьюз? Ну, конечно. Который был сам, в общем, увлечен самолетостроением. Да, да, да. И обещал построить самый-самый... Такая легендарная фигура, да. Самый-самый большой самолет, который так и не взлетел, гидросамолет. Это во многом надежда на то, что, во-первых, будут инвестиции, что акции подорожают. Во-вторых, американцы хотят все-таки возродить свой проект. На чем-то же надо, как бы, лететь на Марс. Ну да, Челленджер как-то там... Дело в том, что, извините, до сих пор, до сих пор американцы возят на МКС русские. И ничего подобного у них нет. И на Маске они, по-моему, почему-то не летают. Почему? Пока, по крайней мере, не летают. Может быть, в будущем. Дорого. Дорого, дорого. Потому что слетать на Союзе, там, в десяток раз дешевле. Это, во-первых. Во-вторых, касательно вот грузоподъемности. Я уже сказал, что при заявке, там, до 60 тонн послать 600-килограммовый или 800-килограммовый остаток автомобиля. Ну, вы знаете, на многие другие проекты тоже тратят много денег, а потом зарабатывают. Ну, это понятно. То есть, надо сначала вложиться для того, чтобы потом заработать. Сергей, ну, давайте тогда из космических дали вернемся в наши реалии. Каково вообще сегодня, каково участие, скажем так, нашей украинской космической отрасли? Вообще существует ли она сегодня? Есть ли у нас хотя бы что-то? Я понимаю, что очень грустная тема. Очень грустная тема. Я хочу сказать, что пик был тогда, когда у нас была Мрия. Самолет, который должен был возить Буран. И планировалось, что он его вообще будет поднимать чуть ли не до верхних слоев атмосферы. И там он будет стартовать, чтобы была ракета-энергия. Все это было в замечательной связке. Была кооперация. Говорить сейчас о каких-либо серьезных перспективах... Разработках? Нет. У нас это, к сожалению, факт, как говорил один герой Диккенса, не требующий доказательств. У нас наука, особенно естественной науки, в весьма запущенном состоянии плачевном. Ожидать что-либо возрождение мы все хотим. Произойдет ли оно? Ну, дай бог, чтобы произошло. Произойдет ли при нашей жизни? Я не знаю. 6 февраля вступил в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов. Для защиты прав ребенка злостных должников в принудительном порядке могут заставить заплатить долги по алиментам. Также должнику могут ограничить право управлять транспортным средством, запретить пользоваться оружием и охотиться. Ну, а еще неплательщик алиментов могут привлечь к общественно полезным работам. А оплата пойдет на погашение долга перед ребенком. Напомним, в конце прошлого года в Приморском суде Одессы приняли к рассмотрению дело о взыскании алиментов с народного депутата Геннадия Чикиты в пользу его несовершеннолетних детей. Особенность процесса – нежелание платить алименты человеком, в электронной декларации которого зафиксированы многие миллионы гривен, долларов и евро. Помимо этого, нардеп Чикита владеет ценными коллекциями и ценными бумагами. Сегодня в процессе взыскания материального содержания на несовершеннолетних детей с их отца, народного депутата Украины Геннадия Чикиты, пауза. Судья взял самоотвод. Напомню телезрителям, что раньше, до вступления в силу закона об усилении ответственности за неуплату алиментов, Минюз запустил реестр должников алиментов. И еще одна ремарка про народных депутатов. Согласно все тому же опросу, проведенному в декабре 2017 года по заказу Международного республиканского института, украинскому парламенту в той или иной степени не доверяют почти 90% наших сограждан. Безоговорочным доверием Верховная Рада пользуется лишь у 1% респондентов. Но, к счастью, не все мужчины депутаты. Поэтому в канун приближающегося праздника влюбленных в Одессе резко возрастает число пар, желающих официально создать семью. Большую популярность набирает и ускоренная процедура заключения браков. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали специалисты Государственного территориального управления юстиции. Ускоренная процедура заключения браков пользуется все большей популярностью у жителей Одесского региона. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали специалисты Государственного территориального управления юстицией. Одесса стала одним из городов, где полтора года назад началась реализация пилотного проекта заключения брака без предварительной подачи заявлений и ожидания заветного дня. У 2017 році в рамках данного пилотного проекта було зареєстровано 3044 шлюби, тоді як в 2016 – 837. Учасниками данного пилотного проекту на території Одесского региона є чотири відділи ДРАЦ. Київський та Приморський відділи, вони приймають участь в данному пилотному проєкті з моменту запровадження. Помимо этого, горожане оцінили ще одне новшество – возможность зарегістрировать новорожденого прямо в роддоме. З вересня 2015 року у місті Одесі стартував пилотний проєкт щодо державної регистрації нарочення у медичних закладах, де приймають пологи. Так, у 2017 року в закладах охорони здоров'я даною послугою було скоросталося 13447 осіб, тобто 55% реєстрації нарочення було проведено саме в пологових будинках від загальної кількості. Тоді як даний відсоток у 2016 році становив лише 32,4%. Прямо в роддоме можна оформити і другі документи, отмечає спеціаліст. «Women inside» і імідж експерта Ірину Сидорук. Итак, Ірин, остається всього нескільки днів до праздника влюбленних 14 февраля, і наверняка дуже багато молодих люди, а може бути і не стільки молодих люди, ждуть цього праздника для того, щоб зробити, ну, знаєте, як раніше говорили, рішаючий шаг в житті – найти свою втору половину, ну, или, в общем, не очень люблю це словосочетання, суженого, ряженого или суженого на всю жизнь. Подарить кольцо, як в модних романтических американских фильмах. Но вот этот шаг давайте пока еще до 14 февраля. Осталось нескільки днів, дадим пищу для розмышлений нашим телезрителям. Стоить ли делать этот шаг? Как понять, що цей шаг действительно тебе необхідний? Ми зараз говоримо і о мужчині, і о жінчині, і, в принципі, як найти все-таки, определити, що твой суженый, він і є твой суженый, той чоловік, який рядом з тобою, він є суженый. Ви общаєтесь со многими жінчинами. Многі ли з них действительно хочуть замуж? І, може, що це все дні поменялось, і жінчины кажуть, «А мені, дзачем, мені? Лучше свободні відношення?» Конечно, желання любой жінчини – це заветне кольцо, фата, беле платье, прекрасний праздник, море гостей. Тої ж за 100 років нічого в цьому не поменялось? Абсолютно нет. Конечно, це базові мечты любой жінчины. Але, действительно, ми в своїх тренингах ісследуємо цю проблему. Действительно ли жінчине потрібно непосредственно це замужество? Возможно, вона просто хоче відбежати від родителей, либо яким-то образом повиси свій матеріальний уровень, і для чого мужчина необязательно нужен. Тої може знайти якій-ній хорошій роботі, якщо вона хороший професіонал, наприклад. Либо вона хоче більше уверенне в себе чувствувати, більше самостоятельне. То есть ми ісследуємо такіі вопроси, і як раз потім виявляється, действительно, чого хочеть жінчина. Многі жінчини приходять, будучи в гражданских браках, с вопросом, почему мужчина длительное время не делает їм предложення. О, давайте остановимося на этом моменте подробно, потому что, собственно говоря, при всей вроде романтичности наших женщин и мечте о свадьбе гражданских браках, ну вот, по крайней мере, в моем окружении становится все больше и больше. Так, в принципе, это не нужно, это невыгодно. Или все-таки это, например, вина мужчины? Вот никак они вот на 14 февраля колечко не дарят. Скорее вина обоих, и женщин, и мужчин, и их внутреннего состояния, собственно, готовность к такому шагу, либо неготовность. Существует такая статистика о том, что если мужчина в первый год супружеской жизни, либо гражданского брака не делает предложение женщине, соответственно, он не воспринимает ее всерьез, и он все еще находится в поиске. То есть 5 лет прожили, а он все ищет? Да, а он все еще свободен, как у нас в гражданском браке. Женщина называется женой, а мужчина, я свободен. Я как бы, да, в отношениях, но в принципе я не в браке, я свободен. Почему? Вот почему? Что заставляет женщину соглашаться на такие условия? Потому что женщина, собственно, природно, она хочет обустроить свой быт, обустроить свой дом, иметь сильное плечо, сильного мужчину, рожать детей. То есть это ее природные задатки. Конечно, мужчина, если любит, однозначно он захочет поскорее забрать себе такую женщину и никому ее не отдать, чтобы она никуда, не дай господи, не делась. А если он сомневается, да, либо женщина не пришла еще к такому состоянию, что она готова. Тут две причины могут быть. Либо оба до конца еще не поняли, действительно ли им это нужно, либо у одного из них, чаще всего у женщины, просто с заниженной самооценкой, и она готова быть кухаркой, домработницей, любовницей, без штампа паспорта и без каких-то претензий на этого мужчину, скажем так. Все ждет. Возможно, недостаточно, как мы сейчас говорим, модное слово, прокачено, недостаточно ресурсно, недостаточно развивается, общается в каких-то кругах, да, она замкнулась только на доме, на быте, на своем мужчине, растворилась в нем, то есть у нее исчезли ее друзья, ее интересы, да, какие-то личные. И чем вообще отличается, да, гражданский брак от законного брака? От обычного брака, да, законного брака. Я считаю, что это мотивация. В чем ее смысл? В гражданском браке, если спросить человека, находящегося в гражданском браке, почему ты не заключаешь, да, законные отношения? Он отвечает, в случае чего, в случае какой-то неудачи, проблемы, мы легко можем разойтись без никаких юридических проволочек. То есть мотивация, отрицание, да, избежание негативного случая. То есть, в принципе, человек изначально настроен на печальный конец этого брака, да, то есть он уже не видит, в принципе, какого-то успешного завершения. А в законном браке, да, люди, вступая в узы законного брака, они, конечно, многим рискуют, да, они в состоянии стресса. Здесь проявляется их лучшее качество, решительность, да, уверенность в том, что их ждет действительно успех, что у них будет длительная, да, связь. Вот, поэтому, конечно, такая проверка. И оба работают на результат, по сути, в общем-то, конечно. Ну, смотрите, мы тут немножко, как бы, мы все время говорим о двух людях. Я понимаю, что есть еще и окружение, которое тоже оказывает очень сильное влияние. И при знакомстве зачастую, мы сейчас говорим о семьях, о семьях, о тех людях, которые, о мамах, папах, свекрах, свекрови, тещах и так далее, которые раньше, в принципе, в свое время, там, 100-200 лет назад оказывали решающее влияние, сегодня косвенное. Но, тем не менее, я понимаю, что дети живут вместе, например, не расписываясь по согласию родителей. Раньше, может быть, еще 50 лет назад это было неприемлемо, сейчас это сплошь и рядом. Родители, опять-таки, позволяют таким отношениям длиться долго, влияя или не влияя на своих детей. Может быть, свекрови не нравится невестка, и она пилит своего сына, говорит, зачем она нужна, ищи другую, вот и так далее. Вот как окружение, как семья вот сейчас на молодых людей влияет? Конечно же, окружение на нас влияет, бесспорно. Тут другой момент, насколько мы поддаемся влиянию других людей. Мне очень нравится термин «самодостаточность». Еще Аристотель когда-то говорил, что самодостаточность — это независимость от мнений и людей. Самодостаточность — это путь мудреца. То есть если у человека поставлены перед собой какие-то цели, разработаны какие-то каноны, по которым он хочет жить, какие-то мотивационные аспекты, какое-то видение своей жизни, почему ему самостоятельно не принимать это решение? Ну, одно дело, понимаете, когда речь идет о соседях, а другое дело, когда это, например, речь идет о маме будущего супруга или, например, о твоей будущей тещи. То есть тут как бы наплевать на мнение очень сложно, потому что дальше все-таки с ними тоже как-то надо строить отношения. Есть такие некоторые психологические элементы, которые выявляют отношения между тещей, между свекровью и невесткой. Что имеется в виду? Например, мне очень нравится одна фраза. Женщина, растит сына, вырастившая сына, смотрит на него, как на принца на белом коне, который к ней когда-то в молодости не приехал. Хорошо. То есть когда попадает в семью девочка молодая, она на нее не смотрит, как на дочь. Она смотрит на нее, как девушка на девушку, на соперницу. Поэтому и возникает этот конфликт. И даже есть психологические тесты о том, когда приходит, например, какая-то семейная пара на прием, и молодому человеку задают вопрос. То есть исследуется проблема взаимоотношений свекрови и невестки. Говорит, представьте, лодка, в ней сидят две ваших любимых женщины. Жена и ваша мать. Лодка переворачивается, кого спасает. Кого вы будете спасать? Так угадайте, какой правильный ответ. Ни одну. Конечно же, правильный ответ мужчины. Он должен спасать жену. Как это не прискоро к нам, мы теряем слухи слышать. Я так понимаю, это все-таки перспектива потомства. Потому что жена – это будущее, это потомство, это его будущая жизнь. Несмотря на то, что, конечно, мать – это кровные узы, но если бы мы оставались с нашими родителями до конца дней, то мы бы никогда не продолжали свой род. Поэтому нужно учитывать эти моменты. Мама, скажем так, в принципе, не должна в эту лодку садиться априори, поэтому, чтобы ему не пришлось, не дай бог, выбирать. А в плане вмешательства родителей, конечно же, первое правило – сдержанность и стараться не вмешиваться в эти отношения. Так как есть простая истина о том, что любовные отношения, невозможно найти правильный ответ, верные они либо нет, разумом. Потому что здесь задействованы очень многие факторы. А родители нашей традиции устой как раз разумом и оценивают эту ситуацию. А здесь еще физиологические, физические, эмоциональные, энергетические совпадения. Видели друг друга, и все, сердце запитало, мой навеки. То есть если ребенок совершает эту ошибку, то это его ошибка. И это закалит, возможно, его характер. Это откроет перед ним какие-то другие перспективы, возможности. Может, ему нужно пройти через это, через эту школу. Понятно, что родители пытаются уберечь своих детей от тех ошибок, которые либо они сами сделали, либо которые видят как возможность. Ну вот смотрите, мы говорили о любви с первого взгляда. А как вот, понимаете, на сегодняшний момент, ну ладно, раньше люди встречались, ну на парах, если это говорится о студентах, люди встречались в офисах. Сейчас, мне кажется, при нашей замкнутости, вот в таком компьютерном веке, мы все меньше смотрим на окружающих. Мы даже в транспорте едем, мы все смотрим в гаджеты, по большому счету, а не по сторонам там глазами стреляем. Вот эта любовь с первого взгляда, она еще есть? И вообще, вот как мы оцениваем человека, как создать первое впечатление, чтобы действительно вот суженого найти? Ну, для начала нужно договориться о том, что любовь есть, однозначно. Я прямой свидетель этого факта. И любовь с первого взгляда, конечно, она есть, однозначно. То есть люди должны понравиться друг другу буквально с первых секунд общения. Чем? Вот что заставляет человека, что притягивает взгляд? Потому что порой, знаешь, что ты в нем нашла или что ты в ней нашел? Вот непонятно. Ежедневно мы сталкиваемся с множеством людей в нашей повседневной жизни. Угадайте, за какое время мы оцениваем по основным внешним параметрам человека? Нравится он нам, не нравится? Доверяю я ему, либо не доверяю? Доверяю, не доверяю иногда и за год не выяснишь. Но, наверное, вот первых минут пять, наверное, так вот общение может быть. Новые научные данные полсекунды. По нескольким внешним признакам, да, человек может оценить сразу же, вот глядя на другого человека, доверяю или нет, нравится либо не нравится, хочу я с ним общаться в дальнейшем, либо нет. По одежке или по каким факторам? Да, есть основные три группы факторов, о которых мы рассказываем на своих тренингах. Во-первых, конечно же, внешние признаки, да, насколько человек респектабельно выглядит, как он одет, да, то есть опрятен ли он, аккуратен, да, какие-то физиологические, не дай бог, запахи, либо очень резкий аромат, это тоже может оттолкнуть. Ну, конечно. Вторая группа признаков, это, конечно, наши манеры, осанка, походка, владение этикетом, тоже сюда входят. То есть выдает и воспитание, с одной стороны, я понимаю, человека. Конечно, культурный уровень человека. И его какие-то психологические моменты. Разве-то, да, насколько он смотрит в глаза, либо он прячет глаза, уверен он в себе, не уверен, да. Улыбка, опять же, универсальное средство. То есть даже когда-то Алан Пис сказал о том, что улыбка лучше любой магии и NLP влияет на человека. И по принципу зеркального отражения человек улыбается тебе в ответ. Это очень важно. И вообще внешним признаком, по которым мы оцениваем человека, то есть одежда, его манера, его жестикуляция, на 80% человек формирует свое мнение о другом. Чем увереннее в себя чувствуют мужчины или женщины, тем больше шансов у него на какое-то знакомство. Какой бы ни была красавица, если она дергивает юбку, постоянно поправляет что-то в себе, чувствует себя неуверенно, она однозначно проиграет не такой красивой, но уверенной в себе женщине. И третья группа факторов, о которых мы не сказали, не осветили, это, конечно же, речь. Что мы говорим и как мы говорим. То есть наш мозг так устроен, что мы запоминаем всего лишь 7% от информации, которую нам говорят. Поэтому наши мысли и эмоциональная составляющая у женщины, это в первую очередь эмоция, улыбка, взгляд. Взгляд, блеск в глазах, это первое, что привлекает мужчин. Поэтому наши мысли должны быть краткими, неразмытыми. Не надо болтать с первого раза. Да, да, а слова очень понятными. Ирина, у нас не так много времени в эфире, и я хотела бы попросить у вас совет для тех, кто все-таки, вот в данной ситуации мы все говорили о женщинах, все-таки для мужчин, совет для мужчин. Как себя вести, если вы решились все-таки 14 февраля, можно 15, 16, 20 и так далее сделать решающий шаг? Как прийти к своей женщине и сказать, дорогая, я тебя люблю, я хочу быть с тобой всю жизнь? Ну, универсальное правило, это, конечно, естественность. То есть, если человек будет искренним, да, если он будет долго выбирать этот подарок, он озаботится о каком-то приятном сюрпризе. Вот вчера только мы общались с девочкой, которая сделал парень предложение в виде квеста. Ух ты! Вообще по городу, то есть она искала какие-то коробочки, и тут они встретились в конце ее пути, где-то часа три занял этот квест. В ювелирном магазине он не решился купить кольцо, и он решил самостоятельно ей дать такое право выбора. Это было очень романтично, просто до слез. И еще об одном событии прошедшей недели в репортаже наших корреспондентов. Сложилось так, что в Китае празднуется не один Новый год, а целых два. Традиционный – 1 января, и, соответственно, китайский, дата которого ежегодно меняется. В этом году праздник начнется 16 февраля и закончится 2 марта. Символ этого года по китайскому календарю – желтая земляная собака. Накануне Китайского Нового года в Одесском зоопарке устроили красочное мероприятие для жителей города. Празднование Китайского Нового года в Одесском зоопарке уже давняя традиция. В этот день здесь устраивают яркие шоу с танцами и песнями, угощают традиционными блюдами, проводят мастер-классы для детей. Проводим вот такой праздник, который призван именно показать китайскую культуру относительно именно к животным. Потому что ведь каждое животное символизирует какой-то год. Вот сейчас год желтой собаки и все будет построено, в общем-то, на этом. В Китае Новый год – это долгожданный праздник после периода тяжелого труда или учебы. Именно поэтому гуляния длятся целый месяц. Новый год – это у нас называется праздник весны. Это символизирует то, что с этого времени начинается весна. Поэтому это очень хороший символ, символ надежды, тепла и так далее. И особенно очень важный символ круглой семьи. Это очень важно. Накануне праздника обязательно собирается вся семья, рассказывает дипломат. На столе пельмени – традиционное праздничное блюдо. Ну и какой же Новый год без подарков? Малышам обязательно деньги дарить, когда они клонятся на колени перед пожилыми людьми. И дедушки, бабушки дарят деньги. И обязательно одевают новую одежду, красивую. Есть у праздника и свои символы-защитники. Один из них – лев. На празднике в Одесском зоопарке юные воспитанники школы УШУ продемонстрировали зрителям, как выглядит этот символ. В нашем случае это просто украшение. Атака в Китай – это идут как охранники храмов. Они охраняют еще китайский Новый год, чтобы злые духи не помешали праздникам. Сегодня мы выступили, продемонстрировали искусство оживления двух китайских львов – чилины. Детки выступали – это такие мифические животные, в каждом из которых работает два человека. Один оживляет голову, второй оживляет хвост. И лев, в общем, дети любят его трогать и все веселятся. Праздник в зоопарке, рассказывают УШУисты, им очень нравится. Они с удовольствием каждый год принимают в нем участие. Он очень прикольный. На нем много… на нем весело. И мы всегда выступаем на нем. Сегодня мы хотели всем сделать хорошее настроение. Мы по обычаю, по традиции нас всегда приглашают в этот день. И наша федерация с удовольствием рада здесь выступать. Наши детки всегда довольны. Были на празднике и другие развлечения. А еще на празднике можно было попросить нарисовать вот такой иероглиф. Называется он «фуя», означает «счастье и благополучие». В китайских семьях его вешают над дверью. Это значит, что год будет успешным и счастливым для всей семьи. Еще одним символом благополучия являются фейерверки. Они должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух, умиротворение и счастье. Именно поэтому 16 февраля китайцы будут встречать свой Новый год с шумом и весельем. Вот такой была прошедшая неделя в Одессе и в мире. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До следующего воскресенья. С вами была Елена Острахович. Здоровья и удачи всем нам. Субтитры создавал DimaTorzok